Здравствуйте! Сегодня мы продолжим рассказ об истории бумаги. Итак, в Европе бумагу научились изготавливать в 12 веке. Однако европейцы не только смогли подорожать китайцам и арабам в этом благородном деле, они существенно доработали сами технологии бумажного производства. Мощным толчком к развитию бумажного производства послужило изобретение в Голландии в 1670 году ролла для размола бумажной массы. Ролл был примерно в три раза производительнее применявшейся до этого громоздкой толчьи. К концу 17-го столетия роллы использовались уже во многих странах. Но с появлением роллов черпальщики уже не успевали отливать бумагу в приготовленную бумажную массу. Операции, которые совершали черпальщики, требовали особого мастерства. Но их труд по-прежнему оставался ручным и очень кропотливым. С появлением ролла нужна была машина, которая смогла бы заменить черпальщика. И такая машина была создана в эпоху Великой Французской революции в 1799 году французом Луи Робером. Производительность этой машины была около 100 килограммов бумаги в сутки. Технический прогресс 19-го века не обошел своим вниманием и бумажное производство. Два англичанина, братья Генри и Силли Фурдренрье, приобрели патенты Робера и продолжили работать над бумагоделательной машиной. В 1806 году они запатентовали в Англии свою машину по производству бумаги. К середине 19-го столетия бумагоделательная машина, претерпев ряд изменений, превратилась в достаточно сложный агрегат, который работал непрерывно и по большей степени автоматически. В 20-м веке производство бумаги – это уже крупная, высокотехнологичная промышленная отрасль с непрерывно поточной схемой и крупными химическими цехами. Сейчас в мире производится свыше 300 миллионов тонн бумаги и картона в год, что составляет почти 51 килограмм на душу населения. При этом на каждого жителя Западной Европы приходится около 100 килограммов бумаги и картона, а на жителя США – около 335 килограммов. Те же американцы получают по почте ежегодно до 4 миллионов тонн бумаги. Это более 10 килограммов макулатуры на каждого жителя страны, включая стариков и детей. Кстати, около четверти всего мусора на планете являются бумажными отходами. А вот если вторично переработать тонну бумажных отходов, то можно сэкономить 17 крупных деревьев, 26 тысяч литров воды, 240 литров горючего и 4000 киловатт-часов электричества. Только этой электроэнергии достаточно, чтобы в течение года обеспечивать потребности среднестатистической семьи. Но это, так сказать, оборотная сторона неуемного пристрастия человечества к бумаге. Современная бумага представлена почти пятью тысячами сортов, среди которых, в первую очередь, можно назвать следующей. Мелованная, высококачественная бумага, используемая для производства глянцевых журналов, альбомов и буклетов. Мелованная бумага получается при нанесении на обычную бумагу одного или нескольких слоев милования, что сильно меняет ее поверхностные свойства и массу. Копировальная бумага, копирка. Тонкая бумага с нанесенным на одну из сторон красящим слоем. Она предназначена для получения нескольких копий документа. Картон, самая толстая бумага, толще сахарной и оберточной. Овсетная бумага, предназначенная для овсетной печати. Это основа современного печатного дела. Офисная бумага, на которой буквально стоит все современное дело производства. Стоит также упомянуть еще и денежную бумагу. Это специальная высокосортная бумага. Она, как вы понимаете, является основой денежного знака. И в значительной мере определяет качество и особенно износоустойчивость бумажных денег. Ну вот, с общей историей бумаги мы вроде бы разобрались. А теперь обратимся к бумажной истории нашего Отечества. Но вначале о предках русской бумаги. Прасчуры наши писали на бересте, то есть на верхнем слое березовой коры. Точнее, не писали, а прорезывали буквы костяной или металлической палочкой. Писал он. Был известен в Древней Руси пергамент. Но на этом материале писались только дорогие церковные книги. Пищая бумага вошла в употребление на Руси еще в первой половине 14-го столетия. Вероятно, ее впервые занесли гонзейские купцы через тогда еще Вольный Новгород. Старейший в России текст, написанный на бумаге и дошедший до наших дней, договорная грамота князя Симеона Гордова. Эта грамота была составлена в 1340 году. Старейшая рукописная книга на бумаге по учению Исаака Сирина. Она датируется 1381 годом. Первоначально бумага была у нас большей частью итальянского происхождения. Возможно, и само русское слово бумага также итальянского происхождения. Бамбаджа по-итальянски означает хлопок. В 15-16 столетиях итальянскую бумагу на Руси вытесняет французская. А ко времени Петра Великого все большее влияние набирает экспорт бумаги из Голландии. В допетровской Руси было несколько попыток делать свою бумагу. Самая первая попытка относится ко времени царствования Иоанна Грозного. В 1564 году под Москвою на реке Уче построили первую бумажную мельницу. Не случайно, что к этому времени относится и начало книгопечатания на Руси. В 1971 году американский историк Эдвард Киннен обнаружил документ 16 века, написанный на бумаге с русской филигранью. Это грамота Иоанна Грозного датскому королю Федерику II. И датирована она 26 сентября 1570 года. А хранится этот раритет в датском королевском архиве в Копенгагене. Бумажное дело получило дальнейшее развитие при Петре I. Побывав за границей, царь-преобразователь замыслил во всякой губернии учинить бумажные заводы. А на тех заводах велеть бумагу делать разных рук и величеств. Все речь Александрийская, пищевая, почтовая, картузная, серая и синяя. В этих бумагах была большая необходимость у государства. Например, Александрийская бумага использовалась для государственной переписки. В 1704 году по указу Петра I построили бумажную мельницу в Московском уезде под селом Богородицком на реке Яузе. Эта мельница получила название Богородицкого бумажного завода. В 1716 году в окрестностях Петербурга, в Красном селе на речке Дудоровке, была построена бумажная мельница, которая сначала называлась Дудоровской, а потом Красносельской. Через два года императору был поднесен первый лист бумаги, на котором Петр не без гордости написал. Сия бумага делана здесь, на мельнице, и можно ее сделать, сколько надо в государстве. И така не токма во Франции подрежать. Новый прорыв в отечественном бумагоделании произошел в царствовании Александра I. После войны 1812 года в Россию был запрещен ввоз иностранной бумаги. И вскоре императорским указом была учреждена казенная Петерговская фабрика. В 1814 году на этой фабрике установили новейшие бумагоделательные машины, созданные, кстати, уже знакомым нам Генри Фордринлье. Но в целом Россия и в 19-м, и в 20-м столетиях сильно отставала, как от западноевропейских стран, так и от США, по количеству и качеству производимой бумаги. Особенно разительным было отставание России по производству бумаги на душу населения. А объяснялось это скудными потребностями внутреннего рынка из-за массовой неграмотности населения. Многое изменилось в России 20-го века. Были открыты и новые страницы в истории отечественной бумажной промышленности. Но в этой новой истории по-прежнему играют заметную роль более 20 фабрик, созданных еще до революции. В том числе полотняно-заводская фабрика или полотняный завод в Калужской области. Эта мануфактура была основана в 1718 году калужским купцом Карамшевым. А с 1735 года полотняный бумажный завод перешел в собственность Афанасия Абрамовича Гончарова, прапрадеда жены Пушкина Наталии Николаевны. Не знаю, писал ли Александр Сергеевич на бумаге Жонкиной родни, а мы и по сей день можем пользоваться плодами полотняно-заводской бумажной фабрики. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok